Бритва на продажу. Производитель компания Deim Stoddard & Co. Компания американская, бритва немецкая. Сделана в Германии под заказ. Бритва довольно крупная. Вот такие вот у нее параметры. Широкая, тяжелая, увесистая. Немножко нестандартная. Отличается от обычных американцев и немцев. В чуть большую сторону. Клинок в очень хорошем состоянии. Климо вот такой вот. Здесь написано Deim Stoddard & Co. Бостон, штат Массачусетс. И Made in Germany. Сделан в Германии. По обеим сторонам есть такой вот красивый узорчатый ошейничек. А также на лицевой стороне есть цифры. Это номер модели скорее из каталога 390. Вот с этой стороны торговая марка HUB название. И тоже такой вот узорчатый ошейничек. Вот бритва в великолепном состоянии. Есть какие-то, может, мелкие сарапинки. Но следов времени, коррозии ничего такого нет. Такая вот у него выборка. Такая близкая к половинной. Скошенный носик сверху. Вот полностью чисто, аккуратно. Ручка сделана из черного эбонита. Пины. Низельбер с шайбочками. Вот ручка целая. Следы времени имеются, но по минимуму. Клинышек целлулоидный. Вот каких-то таких трещин серьезных, царапин, расслоений. Такого ничего нет. Вот. Заходит в ручку аккуратно. Расклеп, в принципе, плотненький. В любом положении спокойно стоит. Вот. Бритва интересная. Компания это одна из самых старых в Америке. Одна из самых старых именно по части занятия столовыми приборами. Компания располагалась в городе Бостон. У них там был свой офис и магазин. Покажу фотографию. По улице Вашингтон-стрит они сидели. Торговая марка Хаб существует с 1901 года. Вот. Но сама компания более ранняя. Они начинали работать в 1856 году. Как поставщики столовых приборов. Ну, то есть бритв, ножей, там, всякого. Такого металлического. Из Европы в Америку. Название было немножко другое у них. А именно Брэдфорд энд Энтони. И с 1856 по 1881 год они под этим названием работали. Потом поменяли его. И с 1881 по 1901. Вот некоторые бритвы бывают. Тоже можно увидеть клеймо. Там написано Дэйм Стоддард энд Кэндл. Вот. И с 1901 года компания стала называться просто Дэйм Стоддард энд Компани. Ну, собственно, как этот экземпляр. Производство, я думаю, тут где-то 1910-20 год. Но известно, что Дэйм Стоддард, как название компании, сохранилось до сих пор. И под этой маркой производят наборы столовых приборов. То есть там ножи, вилки, ложки. Такое. Вот. У них даже свой сайт был, но на данный момент он не работает. Вот. Бритва довольно интересная. Сейчас покажу, как тесты проходят. Брить будет, ну, так, средне-агрессивно, скажем. Средне-агрессивно-минус. Скорее, более деликатно, чем агрессивно. Вот. Носик здесь прямой, но с небольшим скруглением выполнен. Поэтому резать и царапать при бритье не должен. Так. Брит будет, ну, не бесшумно. Но с таким легким хрустом. Без сильного звона. На камеру должно быть слышно, как она тесты проходит. Такой легкий-легкий. Дзинь-дзинь. Вот. Такая приятная бритва. Подойдет, скорее, в крупную руку. В среднюю, в крупную руку. В малую руку, наверное. Не очень удобно будет. Она, ну, такая, довольно увесистая и массивная. Ну, при этом длинная кромка. Чуть-чуть больше стандартной длины. Ну, вот как-то так. Все. Кому интересно, спрашивайте. Цена, в принципе, для такого американца не очень. Очень высокая будет. Состояние хорошее. Родного футуяра в комплекте нет. Ну, для транспортировки и хранения что-нибудь придумаем. Все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова